В холодильнике пока ничего нет, но есть информация о том, что я вообще до Парижа. Не задерживай очередь. Самсонова и Евгения очередь у нас тут задерживают. Сама всех пригласила. Народ, всем привет! Это Питер, Петерговское шоссе, дом 3 и магазин Пятерочка. Вчера я сюда ходил за минералкой и под руки попался один пакетик с просроченным детским питанием. Директора не было на месте. И так как в этот раз я живу недалеко, было принято решение заглянуть сегодня, когда будет директор на месте. Сейчас пойдем еще что-нибудь у них замониторим. Итак, нахожусь уже 20 минут примерно в магазине, не спеша прогулялся. И за это время удалось выявить к вашему токуству по деревенске даты производства 6 июня 2021 года. Срок годности 30 суток. 6 месяцев срок годности у таких пыквенных семечек все мушка. Дата производства 20 октября 2020 года. Получается, 20 апреля у них есть срок годности. Там все от 20 октября 2020 года. Кроме одной селопосовки. Вот здесь я наблюдаю признаки недоброкачественности следы плесени. Хотя, да, с производства апреля 2021 года товар, ну, как бы, в сроке. Но с плесенью. Ну и, к слову, о детской просрочке. Вчера я купил пакетик Хони Кист. Вчера было 12 июля. Сегодня 13 июля вернулся в магазин. Думал, что чистое детское питание. Думал, что, вот, не найду детскую просрочку. Сегодня возвращаюсь. И вот она прямо на виду лежит. До 27 июня 2021 года. Сейчас притряснем все остальное. Так, до августа, до ноября, до августа. А, вот еще, до 27 июня. Сейчас уже 13 июля. Пока больше нет, будем смотреть дальше. Так, ну, Роис, тут в холодильнике пока ничего нет. Но есть информация о том, что и я вообще, и я вообще до Парижа. Ну, и до кучи у нас найдены вот такие бездатые яйца. У нас найдено вот такое кондитерское изделие. Брауни соленую карамель. Срок годности которого истек позавчера, 11 июля. И найдены у нас такие вот пряники, угодности которых истек 10 июля. Ну, я думаю, пора на кассу. Не задерживаю очередь. 5000 русских. Ну, кто там? Самсонова Евгения. Самсонова Евгения очередь у нас тут задерживает. Сама всех пригласила. Ну, что, молодой человек, с паверой. Ну, что, что случилось? Ну, скажи спасибо, что не с пистолетом. А, ну, он не с фотоаппарат. Все равно, что предъявить тебе за то, что ты с бейджиком. У вас руководство вешает разрешенный фотоаппарат на двери в пятерочку. Сколько? Карты. Нет, карту тухлопритонов не ношу в своих карманах и не имею. 1381. 1881. Все. Ой, че-че. Так уже все. Она уже это, посканировала. Это все под видеофиксацию. Представляете, как? А вы заблуждаетесь. Чуть позже расскажу, в чем именно. И вы станете чуточку грамотнее. Не надо рыться в моей покупательской телеге. Поройся еще в моем портфеле, давай, а? Ну, а зачем? Это уже мне принадлежит. Я деньги отдал. Мне неприятно, когда трогают мое имущество. Сейчас будет проведена разъяснительно-профилактическая работа. И все. Вот, зовите директора. Позовите руководителя тухлопритона. Так. Ну, а все-таки для тех, кому уже полюбилась рубрика «Не звоните раз по пять». Вот у нас нет возможности не позвонить директору, потому что почему-то отсутствует номер телефона. Но у нас есть великолепная с вами потрясающая возможность не позвонить раз по пять супервайзеру Ивановой Светлане Владимировне по номеру телефона 8-911-776-18-95. Повторяю, для тех, кто в танке, 8-911-776-18-95. Не звоните Светлане Владимировне Ивановой раз по пять. И не спрашивайте, почему магазин «Пятерочка» на Петергофском шоссе, дом 3, такая помойка под руководством Дмитриевой Вероники Николаевной. Здравствуйте. Вчера-то вам передали, нет? Скажите. Не передали, а покупки. Вечером я заходил. У нас много событий происходит в течение рабочего времени. У всех просрочка детская. Вот, смотрите, пришел вчера за минералкой, купил детское питание. Хоникит. Это наименование детского питания. X5 Retail Group имеет собственное производство. Продается только в терочках, перекрестках и каруселях. Срок годности истек 10 июля. Вам же должны были передать, что я приходил. Одну штучку, да, Настя? Ну, так это вчера. Одна штучка, да, за которую по традиции прилетают штрафы около 300 тысяч на юрлицу. Очень часто такое бывает. Ну и сегодня давайте посмотрим. Хотите по чеку? Пряники, ананас, кольцо. 13 июля. Какое там число стоит? 10 на 7. 10. Брауни, карамель. Вот прям по чеку вам диктую. До 11 числа. Яйца куриные. Самые бездатые в мире яйца. Думал на самом яйце некоторые производители ставят. Там тоже ничего нет. Капуста квашеная вы видели от 6.06. Семечки, семечки, семечки. Там еще детское питание есть. Семечки от октября 2020 года. Срок годности истек примерно 20 апреля. Одна из упаковок семечек. Вот она. Она вроде бы, вроде бы даже в сроке. Вот здесь видны признаки недоброкачественности, так как они начинают плесневеть. Ну и для вас, судя по всему, стало бы традицией продавать своим любимым покупателям детское питание с истекшим сроком годности. Прямо на самом виду. Лежит и не краснеет. У меня тоже видеофайл есть. Ну, спасибо вам большое за помощь. Ну, вот такого рода. Ну, спасибо за карательные меры, не говорят. Я так понимаю, вы не карательный орган? Хуже. Вы хуже? Конечно. Выигрываем суды, а еще и штраф прилетает. Если бы у вас был просто Роспотребнадзор, то просто могли бы штрафом каким-то отделаться. А тут у вас и всенародная слава, и исковое заявление в суд, возможно, поступит. Иска о защите прав потребителей. Ну, этим будет заниматься юридический отдел уже. В данный момент благодарю вас за помощь в магазине, за который вам возвратит движение на бережные средства. Я сейчас для начала напишу вам претензию в судебном порядке. А у вас документ какой-то есть? Кто вы, что вы? Я покупатель, у меня есть документ, паспорт гражданина РФ, который я не обязан вам предъявлять. Я просто не прошу вас еще предъявлять, просто хочу знать, кто конкретно вы, потому что я должна своей службе безопасности об этом сообщить, которая будет с вами непосредственно взаимодействовать, поскольку вы конкретно в магазине решать этот вопрос не хотите. Так как с моей стороны нет абсолютно никаких нарушений действующего законодательства, здесь компетенция не службе безопасности, здесь происходит взаимодействие на уровне потребителя, руководителя торгового предприятия. Руководитель вам торгового предприятия предлагает оформить возврат, вернуть денежные средства, мы проверим данные отделы полностью. Ну, возврат вы сделаете, конечно. Ну, естественно. Я сейчас буду заниматься написанием претензий, мне еще чеки будут нужны для того, чтобы отфотографировать все товары. Приедет полиция, сделает осмотр места происшествия. Вот, а служба безопасности должна вами заниматься как раз, потому что в вашем магазине такое находится. Выказывание бесплатно, 15-15 Петербурга. Все разговоры записываются. Форэгенеш, просим. 228, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Петербургское шоссе 3, корпус или строение 3, магазин «Пятерочка». Нужен участковый или следственно-оперативная группа. Что случилось? Детское питание с истекшими сроками годности, если вкратце усматриваю признаки преступления, требуется осмотр места происшествия, телефон 8-900-6. Фамилия ваша? Маркин. Направляем заявку в дежурную часть полиции. Всего доброго. Угу. Алло. Слушаю вас, говорите. Здравствуйте. А что-то никто так и не едет? Петербургское шоссе 3, строение 3, магазин «Пятерочка». Никто не едет. Какую службу вызывали? Ну, полицию вызывали. Ваша фамилия? Маркин. Заявка передана в 12.38. Ожидайте сотрудников. А сколько ожидать-то? В этом реагировании. Нам неизвестно. Мы передаем дальше сотрудники полиции отрабатывают. Вы сейчас продублируете? Через 15 минут вам подреплевировать заявку? Пожалуйста. Телефон контактный ваш. А, это контактный телефон 8. Звонил я раньше. Я не знаю, почему так поздно было передано. У вас МАИ высвечивается, поэтому сложно найти заявку. Телефон вы дедректовали? Ну, телефон я... Да. У вас конфликт в магазине «Пятерочка», правильно? Нет, у нас детская просрочка в магазине «Пятерочка», которую нужно изымать и направлять по подведомственности в Роспотребнадзор. Требуется осмотр места происшествия, поэтому МППС здесь не подходит. Здесь нужен участковый или следственная оперативная группа. Заявку повторно передаем в полицию. Алло. 82-й отдел полиции, оперативный дежурный, лейтенант полиции Галитовна. По вашей заявочке участкового направил еще с первого раза. Ожидайте, пожалуйста, он работает сегодня по району. В течение минут 15 подъедет. Ну, хорошо. Он не только по вашему сообщению работает, и еще по нету. Поэтому в порядке очереди к вам тоже приедет. Хорошо, буду ждать. Какой еще раз? 82-й у вас отдел, да? Да, 82-й. Приедет Цыркин Александр Васильевич. А, у Тыркина Александр Васильевич? Цыркин, Цыркин. Дыркин? Цыркин, циркуляр. А, Цыркин? Да, да. А, Цыркин, от слова цирк, я понял. Да, капитан, ожидайте. Все, понял, спасибо. Что вызывал? Что вызывал, кричит капитан? Вместо того, чтобы позвонить по номеру указанного в карточке, вот, капитан Цыркин устраивает, судя по всему, цирк. Кричит на весь магазин, кто вызывал. А вы кто? Губины. А? Губины. А вы? А вы врач? А вы врач? А вы врач, чтобы диагнозы ставить? Снимают девочек на трассе, а я фиксирую. Капитан, представьтесь, если вы капитан, если вы сотрудник полиции вдруг, мне надоело на этот цирк смотреть, капитан. Хорошо, еще раз, кто вызывал? Капитан Цыркин. Директора вызоветесь. Я не забываю, я звоню. Вот замечательно, вот так вот, вот. Я с этими в упьянении людьми разговаривать больше не хочу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok